В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Как пережить новогоднее застолье без вреда для здоровья? Фейерверки, концерты, квесты и народные гуляния. Чем заняться в праздничные дни? Воспитанник ДШИ номер 2 Денис Савельев удостоен диплома фестиваля на премию Федеральной службы войск Национальной гвардии. Далее расскажем обо всем подробно. С 1 января в России вводится электронная трудовая книжка. Она обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности. Сведения в пенсионный фонд будут передавать работодатели. Они должны в первом полугодии 2020 года уведомить каждого работника в письменной форме о внесенных в ТК РФ изменениях и о праве выбрать продолжать вести трудовую книжку или предоставлять сведения о трудовой деятельности в электронной форме. Электронные трудовые книжки, по мнению законодателей, призваны избавить отдела кадров от излишних трудозатрат и минимизировать потери сведений о трудовом стаже, освободить работников от обязанности самим заниматься восстановлением данных о том, где и сколько они работали. Ознакомиться с информацией по электронным трудовым книжкам можно на сайте Пенсионного фонда. К другим новостям. По статистике, каждый второй житель нашей страны знаком с такой проблемой, как гастрит. Пик обострения заболевания приходится как раз на новогодние праздники, и это неудивительно. Выдержать нон-стоп за 100 лет, тем более несколько дней подряд, не каждому под силу. Как отметить Новый год и не навредить своему здоровью? Советы специалистов в следующем репортаже. Чтобы провести зимние праздники в компании друзей и родных, а не на больничной койке, нужно соблюдать простые правила. Первое, что советуют доктора, это умеренность и сдержанность в употреблении продуктов и напитков за праздничным столом. Если в обычной жизни человек соблюдает диету, то отказываться от нее и нагружать желудок не стоит. Я все-таки порекомендую придерживаться этой диеты, которая их сопровождает всю жизнь. Но в новогодние праздники можно, конечно, себе позволить каких-то лишних блюд, продуктов. Единственное, я бы посоветовала проконсультироваться по возможности с лечащим доктором. Чтобы не переесть в новогоднюю ночь, не забывайте про обычные приемы пищи. Обязательно нужно завтракать, обедать и ужинать. Стакан воды, выпитый перед застольем, также поможет обмануть желудок. Начинать, конечно, лучше с продуктов, так скажем, правильных. Это может быть какая-то холодная закуска в виде тушеного мяса, запеченной рыбы. Откажитесь от жирной и калорийной пищи. Заправляйте блюда растительными маслами и соками фруктов. Потребляйте больше овощей. Овощи чем полезны? Они дают хорошее чувство светости. Быстро уталяется голод. Клетчатка, она способствует пищеварению хорошему. Выводятся все, так сказать, токсины, которые будут в результате, так скажем, нашего переедания задерживаться в организме. Также специалисты советуют больше двигаться, гулять на свежем воздухе. И ни в коем случае не доедать салаты недельной давности. Чтобы не выбрасывать испортившиеся продукты, заранее спланируйте меню. Следуйте этим простым советам, и тогда гастрит, панкреатит и холецистит не испортят вам праздничных выходных. Департамент городского хозяйства подвел итоги конкурса на лучшее оформление и содержание территории. Среди организаций победу одержала товарная база. Серебро у школы номер 20, бронза у лицея номер 15. Среди граждан первое место у Людмилы Кручинины и Тамары Парфеновой из дома номер 6 по улице Бесарабенко. Также призовые места заняли Галина Барышева и Галина Фролова. Все победители получат подарки. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 19 декабря в Нижегородской области запрещен оборот бестабачной никотиносодержащей продукции, предназначенный для употребления никотиноспособом, отличным от курения табака. Под этот запрет попадают снюсы, пэки и аналогичные им товары. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности. О фактах незаконного оборота снюсов соровчения могут сообщить по телефону 34200 и 02. После новогодних праздников в клинической больнице номер 50 начнет работу проект онлайн-консультации для родителей детей первого года жизни. Его цель – дать молодым родителям возможность через скайп или вайбер узнать у специалистов о том, как ухаживать за ребенком, каким должен быть режим дня, что такое правильное питание, когда делать прививки. Записаться на консультацию можно через официальный сайт КБ номер 50 в разделе «Детское население». В эти дни волонтеры Центра «Радость моя» в рамках благотворительной акции «Подарим детям Рождество» поздравляют на дому ребят с особенностями развития. До 29 декабря они обойдут почти 50 семей. Кроме соровчан, помощь получат семьи Дивеевского района, которые находятся в очень трудной жизненной ситуации. Каждый вечер на автомобилях выезжает по нескольку бригад, состоящих из Деда Мороза, Снегурочки и сказочного персонажа. Волонтеры рассказывают детям о Рождестве, играют с ними и дарят подарки. Впереди долгожданные новогодние каникулы. Время отдохнуть и зарядиться хорошим настроением. Каждый год сотрудники учреждения культуры, Департамента по делам молодежи и спорта и Департамента образования готовят для юных соровчан и их родителей множество праздничных сюрпризов. Игровые программы, концерты, квесты и мастер-классы ждут горожан сразу на нескольких площадках. Проводить 2019 год горожан приглашают на Театральную площадь. Праздник начнется в 00 часов 15 минут. 1 января продлится до 3 часов ночи. Гостей ждет встреча с главными новогодними волшебниками, Дедом Морозом и Снегурочкой. Игры, конкурсы, концерт творческих коллективов города. Мы ждем подарка от Российского федерального ядерного центра. Это будет праздничный фейерверк, который также будет необычный в этом году, потому что мы предполагаем и высотный фейерверк, и парковый фейерверк. Мы его еще не делали, парковый фейерверк, поэтому хочется всех пригласить. Всего в дни новогодних каникул театр, музей, библиотеки, молодежный центр, клубы по месту жительства и другие учреждения подготовили для горожан более 150 мероприятий. Это праздники, встречи с актерами и музыкантами, мастер-классы, квесты, экскурсии по выставкам и, конечно, спектакли. Так, к Новому году театр драмы подготовил новую постановку «Летучий корабль». Музыкальная сказка. И что интересно, вот сейчас театр именно этим и отличается, что очень много постановок для семейного просмотра. Поэтому это не просто детская сказка, на нее тоже можно идти вместе, всей семьей. Для молодежи Департамент культуры и искусства также подготовил особенный подарок. 3 января все, кому уже есть 16 лет, могут прийти в Дом молодежи на концерт групп «Нихил» и «Шишила-спонж». Они договорились, еще едет очень хороший музыкант, это Степа Соболев. Он сейчас проживает в Питере. Вот поэтому мы всех приглашаем, считаем, что это будет такое замечательное мероприятие, теплое, про любовь. Вход на концерт свободный. Также по традиции на лыжной базе 8 января пройдет развлекательная игровая программа «Рождественская история». А при устойчивой минусовой температуре на Икаре зальют каток. Подробную программу мероприятий можно найти на сайте городской администрации. Полчища тараканов атаковали многоэтажку в Сарове. Жителям приходится встряхивать насекомых с дверей, чтобы открыть их. Последние несколько дней городские и областные паблики соцсетей пестреют именно такими постами, подкрепленными еще более жуткими фотографиями. Снимки якобы сделаны в доме номер 23 по проспекту Ленина. Почему бездействуют коммунальные службы и что на самом деле происходит на квартирном доме? В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Несколько дней назад дом номер 23 по проспекту Ленина стал объектом пристального внимания жителей не только Сарова, но и области. И все благодаря информации в соцсетях о заполонивших его насекомых-вредителях. Паблики ссылаются на некую алую марку, у которой жалуются на нашествие тараканов. Жути нагоняют прикрепленные фотографии. Что же на самом деле происходит в доме? Мы тщательно обследовали лестничные пролеты, заглядывали в углы, щели из радиатора отопления. В поисках рыжих и усатых наша съемочная группа обошла три подъезда дома номер 23 по проспекту Ленина. И ни одного насекомого, кроме дохлой мухи за окном, мы не нашли. Сейчас спустимся в подвал. В отличие от чистых и ухоженных подъездах, в подвал спускаться было страшно. Но в поисках достоверной информации ради чистоты эксперимента пришлось набраться смелости. Два подвала оказались открыты, и мы спустились, чтобы найти это скопище тараканов, о котором все так шумят. С фонариком обследовали все углы, перекрытия. Но, к сожалению, убегающих от света насекомых мы не нашли. В подъездах чисто мусора или валяющихся в углах остатков продуктов, которые так любят тараканы, нет. Тогда где они прячутся? За разъяснениями по ситуации с домом номер 23 мы обратились в управляющую компанию. Как нам пояснили сотрудники центра ЖКХ, жалоб от жителей на нашествие тараканов не было. После размещения данной публикации инженер-смотритель прошел все подъезды, прошел подвальное помещение бывшего магазина «Дружба». Да, идентичные, не идентичные, а единичные случаи наличия этих тараканов есть. К сожалению, они сопровождают человечество всю его историю. По словам специалистов, дезинфекцию в доме проводили в ноябре этого года. Дополнительная обработка от насекомых также запланирована на ближайшее время. Что касается фотографий, которые сопровождают резонансный пост в соцсетях, то автор поста взял их из интернета. Например, фото из подвала – это снимок из Надыма, который находится в Ямало-Ненецком автономном округе. Оригинал датирован сентябрем этого года. Еще одна фотография – это стоп-кадр ролика из Ютьюба. Чего хотел добиться автор публикации, остается загадкой. Мы пытались связаться с этим человеком через соцсети, чтобы получить информацию из первых уст. Но ответы не получили. Начальник Саровского ЗАГСа Марина Егорова удостоена серебряной медали за содействие Министерства юстиции Российской Федерации. Марина Павловна отмечена награда за многолетний труд и эффективное решение задач ведомства. Более 30 лет она работает в ЗАГСе оперативно и качественно выполняет свои обязанности и следит за порядком в отделе. Конечно, очень приятно, очень трогательно, волнительно. Ну, как говорят, служу России. Поэтому будем и впредь работать хорошо, качественно и на благо нашего народа. Марина Егорова говорит, что эту награду она получила благодаря своему коллективу, который внес большой вклад в развитие ЗАГСа. В отделе работают пять сотрудников, и каждый из них – профессионал своего дела. К другим новостям. Воспитанник Дыши номер два Денис Савельев выступил на заключительном этапе четвертого фестиваля патриотической песни на премию Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации. В номинации за художественную интерпретацию Саровчанин получил диплом от руководителя Центра социальных проектов Общероссийской организации «Офицеры России» и денежную премию. Подробности в следующем репортаже. В четвертом фестивале детской патриотической песни на премию Федеральной службы войск Национальной гвардии участвовали вокалисты со всей страны. Денису Савельеву выпала честь представить воинскую часть нашего города от Приволжского федерального округа. Пой, золотая рожь, пой, бодрявый лен, Пой о том, как я в Россию влюблен. На суд жюри юный саровчанин представил композицию «Конь» группы «Любе». Песня занимает особое место в репертуаре вокалиста. В этой песне я передаю, как я сильно люблю свою родину, свою страну и как богата наша природа. Я волнуюсь только за кулисами, а когда я выхожу на сцену, мне сразу чувствуется, как будто я дома. В конкурсе участвовали исполнители от 6 до 17 лет. По словам преподавателя Ирины Оськиной, важную роль при оценке жюри играет понимание школьниками текста и настроение музыкальной композиции. Мы сделали свой вариант исполнения этой песни. И у Дениса, мне кажется, получилось очень хорошо. Он очень любит песни петь о родине, о России. И у него это получается. Он очень искренен. И, как правило, когда он выходит на сцену, публика принимает его очень положительно. Жюри фестиваля признала исполнение Дениса Савельева лучшим в номинации за художественную интерпретацию. Всех победителей наградили дипломами, денежными сертификатами и призами. Цветная бумага, ручки и карандаши для детей, ежедневники, штампы и системы хранения для офиса. Канцелярские принадлежности нужны всем. Магазин «Скулхаус» – это то место, где продают все необходимое для учебы, творчества и работы. В преддверии Нового года здесь также можно приобрести сувениры и праздничную атрибутику. «Скулхаус» уже более пяти лет предоставляет жителям нашего города широкий ассортимент офисных и школьных принадлежностей, сувенирной продукции, товаров для праздника и творчества. Магазине «Саровчана» предлагают продукцию множества популярных торговых марок – отечественного и зарубежного производства. Тетради, карандаши, фломастеры, точилки, ручки всех видов и цветов. «Ходим сюда довольно-таки часто, потому что у детей постоянно то ручек не хватает, то карандашей. Постоянно перед учебным годом закупаемся. Покупаем абсолютно все, начиная от ручек, карандашей, заканчивая цитрадями. Ну, вообще очень большой выбор. Кстати, очень часто бывают скидки». «Здесь все-таки много всего, поэтому все замечательно». Люди, которые часто фиксируют все на ходу и привыкли планировать свое время, найдут в магазине всевозможные блокноты и ежедневники. Художники могут приобрести мольберты, краски, палитры, холсты и кисти разных размеров. Для развития и досуга юных саровчан на полках лежат учебные пособия, познавательные игры, пазлы и наборы для творчества. Приятный бонус для клиентов – дисконтная карта и бесплатная доставка крупных покупок. «Скидочки у нас идут при покупке от 500 рублей, 5%, 1500, 2500, 2500, свыше 5020. Если идут хорошие заказы, как на сады, от 10 тысяч, соответственно, скидка обговоривается индивидуально. То есть она будет более 20%. Возможно, даже если большие объемы, у нас есть доставка бесплатная». Консультанты подберут необходимые товары. Если желаемой продукции нет в наличии или хочется чего-то уникального, можно сделать индивидуальный заказ. Елочные игрушки, воздушные шары и открытки помогут создать праздничное настроение. А офисные наборы и ручки премиум-класса станут оригинальным и полезным подарком на Новый год. Качественные констовары по доступной цене можно приобрести в магазине «Скулхаус», торговый центр «Атом», четвертый этаж. Телефон – 67297. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова